всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала ну что прогуляемся по саду ой смотрите что я нашла мама дорогая тут войну хорошо играть этими огурцами что то у меня да вот это еще нормально съедобный сейчас надо будет позвать чуфулю он придет сейчас придет чихти чихти чуфуля чифуль бешит и вижу чив-чив-чив-чув тифулька тевулько да смотри че нашла кinnik Сами мы просто поступаем. Я их делаю просто вот так вот. Ой, смотрите, сколько семечек. Да. Во, смотри, какая красота. Чифуль. Да. Зови, зови, курчик. Ой, как хорошо огурчиком запахло. Да. Ну, обязательно надо все это дело потоптать. Оно так вкуснее. Заботливый ты мой. Да. Да. Берет по кусочку, жует и курочки бросает. Да. Ну, молодец. Сам-то кушай. Ой, какой молодец. Какой ты у меня заботливый. Вот. Ну, кушайте. Приятного аппетита. А гортензии с тем временем уже обретают другой цвет. Да. Смотрите, какая красота. Правда? Смотрите, какая нереальная красота. Какие шапки большие. Ну, конечно, они не очень большие. Они когда были... Мне кажется, они были больше, когда был кустик меньше. Но, с другой стороны, можно добиться и большего увеличения вот этих шапок, если подкармливать чем-то. Но тогда боюсь, что кусты сами веточки могут не выдержать. Смотрите, какая красота. Правда? Она еще и пахнет. Она еще и пахнет. Прям вообще. Куст необыкновенный. Это ванила. Ванила фрайса или прайс. Я не помню, как этот кустик называется. Вот это уже, видите, здесь уже более... Немного по-другому все устроено. Здесь уже более такие они, как конусные. Да? Не кругленькие, а конусные. Это уже тоже другой сорт. Шмелей. Пчелок. Они это дело очень любят. Очень много летает. Да. Тоже по-своему красивый. Правда? Необыкновенный. Вот еще одна красотка подошла. Да. Кто-то меня звал. Да. Да. В этом году я обнаружила... Слушайте, знаете, что еще экспериментального есть в нашем саду? А, сейчас я вам вот с этой стороны зайду, покажу. Ну, знатоки, если вы знаете, что это за растение? Я его сажала, это растение, и оно у меня сидело года четыре, наверное, без движения. Не умирает, не замерзает, но и не растет. А в этом году я просто обнаружила, слушайте, и перерост, и перерост хороший. И смотрите, какое. Ну, этому растению, я не знаю, наверное, я так думаю, тоже, наверное, как минимум уже лет 15. А называется оно грецкий орех. Это я решила поэкспериментировать. Я же экспериментатор, я покупала совсем малюсенькие. Думаю, ну ладно, может быть, что-то будет. А мне один какой-то, не помню, кто-то дал совет, что грецкий орех за один раз не приживается на месте. Его нужно три раза каждый год пересаживать на новое место. Ну вот мы его пересаживали два раза, насколько я помню. Меняли ему место. И вот, что мы в итоге имеем. Прекрасно! Это была песня от Чифульки. Да. Слушайте, может быть, у нас даже и грецкие орехи скоро будут? Интересно. Ну ладно. Здесь ему в принципе... Да, Чифуля. Здесь в принципе ничего грецкому ореху не мешает. Поэтому пусть растет. Посмотрим, что будет. Если между этих гортензий, да, вырастет еще дерево с грецкими орехами, то, наверное, будет неплохо. Плохо. Да. Да, гортонь себе, конечно, вымахала. Покупала я ее малюсенькую. Я вообще все малюсенько покупала. Ездила специально на... в питомник и покупала все малюсенькое. И представляете, я прям с каждым годом... Да, Чифуля. С каждым годом думаю, интересно, есть ли предел. Ой, какая... Даже высоко, прям вот прям высоко-высоко. Ну, не знаю, наверное, еще выше пойдет. Вот прям интересно. Ой, какая оса интересная. Да, кого тут только нету. Жуки какие-то интересные. Тут прям на гортензиях в сплошной мере животных. Я не знаю, кто это. Я таких не видела. Ну, ладно, пусть возит. Значит, им тут надо. Привлекает запах. Да, это тоже немножко розоветь начинает. Но у нас опять погода непонятная. У нас как-то прям сразу похолоднело. А сейчас вроде тепло началось. Мне кажется, погода такая способствует... Больше способствует грибам. Сейчас, наверное, в лесу грибов много. Вот такая еще гортензия. С этой даже не все... Не все, видите, обобрали. Ой, тут и семечек как много. Интересно. Сейчас эксперимент сделаем. Куда-нибудь бросим. Может быть, вырастет. Ха-ха-ха. Так. Да, Чифуль? Ну, давай вот сюда попробуем. Что получится. Да нет, Чиф. Ну. Да нет, это невкусно. Девчонки, это не надо есть. Не. Я вам огурчик дала. Кушайте огурчик. Ну, попробовать. Чифуль, невкусно. Не. Не надо. Не. Ладно. Так. Пошли до голубики дойдем. Да. Чиф, идешь со мной, Чиф? Пошли, я вам голубик покажу. Где голубика? Чифуль. Так. Голубика какая крупная. Да? Ягодки крупненькие. Это вот крупная. Сладкая какая хорошая. А это вот мелкая. Ну, относительно мелкая. Видите? Тут немного помельче ягодки. Хотя. Видите? И свет немного другой. Потому что сорт другой. Вот. Ну, вся вкусная. А самое главное, полезная. Сейчас вот здесь вот надо пролезть. Ой, какой шук. Какой шук сидит. Интересный. Вы видите? Какой? Зеленый. Ну, ладно. Ой, надо вот здесь аккуратненько пролезть. А то сейчас за шиворот жуков насыпется. Так. А вот еще, видите? Это уже низкоросклая голубика. Голубика. И тоже вся обсыпная. Она даже слажа. Несмотря на то, что она фактически в тени. Вот это да. Вот это да. И вот это все плантации голубики разные. Высокорослая, низкорослая. По-моему, она даже есть ранне спелая. Поздняя спелая. Так. Что-то у меня тут... О, все. А то что-то у меня с картинкой тут случилось. А что еще есть у нас искусственного? А, ну, смородина, естественно, еще всякое. Всяческое есть. Вот уже яблоки начинают поспевать. Яблоки. В принципе, можно уже есть, что в чай добавлять. Так. Вот это мне яблони очень нравится. Но что-то я не наблюдаю в этом году. На ней яблок. О, чифули хорошо поет. Суббота. Чего ж не попеть-то? Так. А вот это типа Антоновки. Тут тоже какие-то яблочки есть. Здесь есть яблочки. Ну. Да. Яблоки есть. И крупные, и всякие мелкие. Так. Ну, что у нас по грушам? Хочу я пойти посмотреть. Что у нас по грушам? Так. Груша у нас летняя есть. Которую мы уже едим. По-моему, она называется детская, если я помню. По-моему, если не смеет. Ой. Так. Ну да. Вот она ранняя. Видите, она уже, конечно... Она уже сбрасывает все плоды. Потому что она ранняя. И она маленькая. Сама груша маленькая. Она их много висит. Видите? Вот она. Если приглядеться. Ну, в этом году у нас в связи с тем, что были сильные заморозки, мы остались без вишни, без черешни, без сливы. А мне вот очень интересно, с кизилом что здесь происходит. Да. Видимо, мы и без кизила остались. Да. Ничего не вижу. Ну, ладно. Но зато очень много груш. Груши и яблоки. Груши и яблоки. Вон сколько висит. Груши есть. Пожалуйста. Плотненькие. И кошки есть. Вот. Ну. Боже мой. И даже здесь есть кошки. Да? Да. У нас здесь прям ни одна мыша не пройдет. Бабушка пока на свою дачу уехала. Бабушка тоже. Бабушка зажиточная. У нее тоже своя дача есть. Уехала и сказала, что у них в этом году на даче появились летучие мыши. То, чего вообще у нашей полосе этого нету. Вот. На что я и сказала, что вам теперь нужны летучие коты. Кошки. Вот. И вот здесь тоже яблок много. Видите? Это тоже Антоновка. Уже можно чай полным ходом делать. О, пожалуйста, падают. Здесь так опасненько ходить. Можно по лбу яблоком получить. Так. А что тут у моей груши? Во. Вот это моя любимая груша. Интересно. Я успела или я забыла про тебя съесть? Вот смотрите, какая она необычная. О, как раз вовремя пришла. Последняя груша моя осталась. Видите, какая? И она сладкая, необыкновенная. Прям вот. Да. Уже прям вовремя я ее сорвала. Больше не вижу. В этом году опилили ужасно. Эту грушу зачем-то опилили сучок. Видите? Она наклонилась. У нее центр тяжести теперь наклонился. Надо что-то подставлять. Обязательно. Потому что под свой центр тяжести переместился. Ох. Вот еще одну вижу. Сейчас еще и вот эту сорву. Вот еще одна висит. Ва. Видите? А у нее такие они большие, прямоугольные. В общем, мы такие экспериментаторы насажали всяких разных груш. Ну, хотя понимание и есть, какие вкусные, какие невкусные. Так. А вот это что у нас здесь? Не пойму, откуда дерево тянется. Это тоже груша, что ли? Тоже груша. Ну, видимо, наверное, она ни разу не плодоносила, поэтому я ее воспринимала, как яблоко. Она, оказывается, груша. Ладно. Будем наблюдать. Вон, какие яблочки красненькие. Оказывается, есть. Я с вами погуляю. Видите, гуляю. И хотя бы понимаю, что у нас в саду тут есть. Ой, да их как много насыпалось. Наверное, то же летнее. Надо уже есть полным ходом. Интересно. Вот. Смородина. Ой, красота. Ой, красота. И запах. И запах. Вот бывает гортензия, которая не пахнет. Это реально пахнет. Хочется нос воткнуть, но здесь так всего много летает. Смотрите, как. Блин, не успела бабочка. Какая красивая была. Так всего много летает, что можно просто на кого-то напороться. Да, осы есть. Пчел я не вижу. Если честно. Не вижу. Как-то не так уж их много. Пчелок. Вот шмель, пожалуйста. А пчел нету. Значит, пчелам гортензия не очень заходит. Так бы их было бы много. Ну что, дорогие мои, погуляли? Август. Красота. Да? Огурчики есть. Те, которые на грядке сажала, тоже вроде растут. Не холодные. Но в моих дебрях там сложно замерзнуть. Думаю, что... Ой, а укроп какой хороший, дружный пошел. Ой, сейчас грушу уберу. В карман. Смотрите. Здесь тоже, видимо, огурцы будут. Да? И лучок мой, который я сажала прекрасный. И укропчик здесь хороший. Полыть не буду. Все. Чтобы спину больше не наторвать. Меня все устраивает в этих дебрях. Да. Так, это кто-то вчера, видимо, здесь разделся. И оставил. Надо пойти на детскую площадку и это все бросить. У нас, если остались где-то что-то, будешь долго искать. Потому что нужно помнить, где оставил. Если случайно положил. У нас даже жимолость еще до сих пор есть по-прежнему. Представляете? Ранняя весна. Да? Начало. Если помнить, самая первая ягода. И до сих пор еще все есть. До сих пор все есть. Вон ее сколько на полу. Кустов много. В общем, жимолость едим до сих пор. Так. Ну все, дорогие мои. Погуляли. Да, красоту посмотрели. Ой, какие шапки большие. Всем хороших выходных. Всем мира, добра, любви. И всего самого-самого хорошего. Ну что, а пока, пока.